Привет, парни, привет, медведи, привет, подписчики и гости канала. Я абсолютно точно знаю, как вы сейчас хотите узнать эту новость. Куда делся Ник Би, куда он пропал, почему нету никакой информации о нем. Вы мне задаете тысячу вопросов, когда будет информация, где ролики, хотим мы пса. Это наш пес, кто его посадил на цель, только мы имеем право его пинать, да, знаю это все. И сегодня мне очень понравился ваш отклик на то, когда я ставил анонс об этом видео. Он попросил вас оставить свои предположения о том, куда он пропал. И я читал, я просто со многого угорал. В принципе, ничего там нормального не было написано, только о том, что он там забухал, закурил в психушке, в милиции, еще где-то. Ну, то есть, то, что он, да, себя представляет. И многие-многие из вас были вот прям в шаге от истины, ну, практически вот так вот прям точно никто не смог описать. Хотя, с натяжкой можно было. Ладно, ладно, не гоните, все, начинаю, перехожу ближе к делу уже. Кстати, хотел бы выразить огромную благодарность тому подписчику, который смог эту информацию получить и мне ее передать. Спасибо, дружище, тебе большое. Я не знаю, стоит называть его имени, не стоит. Но если ты решишь отозваться, то пиши комментарий под видео, я его закреплю, если ты сам решишь себя вскрыть. Поэтому я не знаю, пока остаешься инкогнито. Итак, ребята, смотрите, сейчас я вам покажу этот файл. Давайте. Раз, два, три, погнали. Оп. Сейчас я все увеличу, увеличу. Просто вы видели, что это скрин сделан из переписки ВК. Дата стоит сегодняшняя, 22 апреля. Это было 7 утра. Делаю я это все дело поближе. Оп. Вот сам текст, что написал наш Никита Валера. Вот там хрен пойми кто. Да все, походу писец. Люди кидаются, как собаки на улице. Я не знаю. Ну, ладно. Хорошо. Пока не будем это трогать. Эта эпидемия превратила людей в паскуд. Тут сразу же хочу остановиться, что в Беларуси нет никакой эпидемии, нет никакого карантина. Все абсолютно ходят в школу, ходят в садик, ходят на работу. Да, какие-то экономические моменты есть, но они коснулись именно бизнеса. Простого человека, то есть обычного рабочего. Эта тема не коснулась практически никаким образом. Там буквально точечно. То есть, это уже мы его ловим на вранье. На нас накинулись толпой. Били Юлю и меня. Я не знаю, есть кто-нибудь, кто его не бьет. Вот есть кто-нибудь, кто его еще не бил. Наверное, я его только еще не бил. Ну, я его так теперь бью, раз не дает такой возможности. Я же его в октагон-то приглашал. Он мне что ответил? Он мне сказал, что вот у тебя мало подписчиков, поэтому я с тобой в октагон не пойду. Значит, там всякие барыги, всякие пьяницы, наркоманы могут тебя бить. А я в октагоне тебя по-честному, по правилам спортивным, значит, не могу тебя бить. У них что, подписчиков что ли больше? Я что-то сомневаюсь. У вас поселок там населения меньше, наверное, чем у меня подписчиков. Так что ты давай, Валера, в следующий раз не скатывай тут. Били меня и Юля. Я представляю, такая толпана летает. Начинает. И Юлю там на, на, короче, на. Да, Валера, иди сюда, да, 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 да. А он же все показывает, какой он альфа-самец. Да я там, да я, да меня тут все, да у меня вот всех об колено, короче. Ну, ясно. Вот, знаете, я к какому выводу еще прихожу, что вот я только на своей памяти помню, что ему раз пять, короче, его окучивали. Просто жестко окучивали. Вообще, он какой-то весь проблемный. Вечно в каких-то проблемах. У него долги, у него там пятое, у него там десятое. То Юлька его с окна выпрыгнет и лежит с переломом в больнице. Потом он с окна выпрыгнул, лежал с переломом в больнице. Потом у Юльки сестра какого-то мужика там на их хате зарезал. Кстати, ну, в курсе, да, что вот эта Юлина квартира, это, ну, натуральным образом блатхата. Что такое блатхата, я думаю, каждый из вас понимает. Какого-то мужика там, какого-то зэка зарезали. Кто его там, Юлькин какой-то там уродственник, ему по морде надавал этому Нигби. Потом еще кто-то ему там по морде давал. Еще, и тут уже ему опять наколотили. И Юльку туда же. Ну, я думаю, что, наверное, не так было, что не толпой где-то там на улице. А, наверное, опять в очередная пьянка была у Юльки на блатхате. И просто там опять все понажирались, как свиньи. И устроили опять, он, может быть, начал выделаться. Типа, я, я, я. Ну, жизнь не Ютуб. Да, в жизни это не в интернете сидеть, кукарекать, какой я. Да, тут быстро пацаны тебя могут наказать за твои слова. Знаешь, в принципе, что и случилось. Ладно, вышли хлеба купить и яиц. На Пасху, что ли? Кулич купить и яйца там, чтобы покрасить. Вообще, твою мать, что-то меня несет. Ладно, здесь все епанулись, походу, вообще. Не понимаю, кто это вообще был. Действительно, какие-то залетные гопники прилетели в Мочулище. Там такой, ребят, чтобы вы понимали. Мочулище очень маленький поселок. И там, где конкретно живет Юлька, где Валера, там у них рядышком с домом один-два магазинчика. И там вообще все друг друга знают. Вообще от слова все. То есть, там действительно компактный маленький поселок. Там нету никакой миграции людей, чтобы кто-то уехал, приехал. Там постоянные аренды, кто-то там студенты какие-то и так далее. Это такое, знаете, местечко, где люди живут и живут практически всю свою жизнь. Если там какая-то миграция происходит, ну раз в год кто-то из какого-то дома уехал. Поэтому все друг друга знают, абсолютно все. Поэтому, когда я туда приезжал, и я даже детям показывал фотографии Валеры, его сразу же узнавали. Юльку показывал, сразу же узнавали, сразу же дети. А про взрослых я уже не говорю. То есть, я подхожу к взрослым, и они сразу говорили, кто где и чего стоит. Ладно. Били на столпой. Аграбили. Что такое аграбили? Ты что за мой там, PlayStation что ли носил? Вот что у него грабили? Ты же вечно в долгах, ты же вечно без денег, ты же вечно ноешь. Скиньте мне. Или что, у тебя карту эту украли, ограбили? Или что там, тебе под думом пистолета заставили сказать пин-код от карты? Что ты мелишь? Что там у тебя грабить можно? Там три рубля с копейкой. Жить не за что, жрать нечего. Ага, вот все, оказывается. Вот оно к чему. Дайте мне дональт. Жить нечего, жрать нечего. Нас с Юлькой избили, короче, ограбили. Мы шли за куличом с яйцами. Короче, Пасху-то хоть отметили. С когор-то хоть купили. Стрим не знаю, как выйти с такой рожей. Ты уже два месяца не знаешь, как стрим выйти. То у тебя ноутбук сломался, кстати. Но если у людей есть какие-то проблемы, то делают все блогеры элементарно. Так как и я. Если вот нет у меня там возможности, допустим, выйти с компьютера. Значит, я выхожу стрим с телефона. Это делаю не только я. Это делает огромное количество блогеров. Какие-то нормальная практика. Сегодня телефоны позволяют, в принципе, передавать зачетный звук, зачетную картинку и так далее, и так далее. Ой, короче, не надо с такой рожей. Ну, давайте посмотрим на его рожу, да. Сейчас вам ее покажу. В принципе, вы там сразу видели. Ну, я прям приближу, приближу. Смотрите, да. Смотрите. Оп. Ну, так-то нормально ему, да, нарезали. Я так понял, что это уже проходит. Там, думаю, жестче все было. Потому что вот когда вот такая вот фиолетовая фигня уже становится, это уже, значит, проходит. Как показывает практика, вот такого рода травма. То есть, глаз конкретно заплывает. То есть, ты его даже открыть не можешь. И потом сначала эта опухоль проходит. Потом синяк, фиолетовый, потом красный. Потихоньку-потихоньку сползает. И вот здесь вот останется. И в итоге все проходит. Но тут вот видно ему что-то так нарезали, да. То есть, на брови так. Внизу брови. В общем, ну, опять. Такие травмы, как правило, проходят, ну, за недели две. Ну, если уж совсем все плохо, то три недели. Нету его, не появляется он два месяца. Ну, я не знаю. Почему, почему, блин, вот где бы я не отдыхал бы. Даже если я там выпиваю. Мне никто морду не бьет, блин. Никаких у меня этих нету там, да. Вот прям таких вот трагедий. Почему на меня на улице никто не нападает, ни толпой. Приезжаю я в Мочулище. Приезжаю я там в Херюльче. Приезжаю еще в какую-то деревню. У меня всегда все тихо, спокойно проходит. Почему у этого чуда постоянно какие-то проблемы. Он постоянно в говне в каком-то. Его постоянно все бьют. Его постоянно все скрабляют. В него плюют. Я не знаю, что только с ним не делают. Бабу его бьют. Его бьют. Баба его из окна прыгает. Он из окна прыгает. Каких-то людей там убивают у них в хате. Что это вообще происходит? Это вот. Кытый альфа-самец. Это обычный гопна, быдло, пьянь, срань. Вот и все. Ребята, не будьте такими, как Нигби. Умейте уважать себя. Если вы уже отдыхаете, то отдыхайте с правильными людьми. В правильных местах. И понимайте, что если ты уже выпивший, то не надо лезть на рожон. Потому что один стерпит, а другой сделает с тобой то же самое, что сделал кто-то с них бил. Толпой. Кстати, он же постоянно говорит о том, что если чуть что не так, я сразу же в полицию. На меня он писал заявление в милицию, что якобы я тут его травлю и угрожаю ему, еще что-то делаю. Только не ясно здесь. Он все-таки написал заявление в милицию на эту толпу. Там же целая толпа. Там же можно бабла с этой толпы срубить столько, если каждого там садить начинать, что хватит не только штрафы закрыть, а еще и действительно на свадьбу. И еще очень такой важный момент. Неподтвержденная пока информация. Неподтвержденная, но слух такой уходит. Я думаю, что возможно будет в скором времени известно. Юля его беременна, только вот от кого? Вот здесь вот вопрос. Юля его беременна, от кого? Не знаем. Ладно, ребят, все, берегите себя. Не будьте никами, биками и всеми остальными такими вот типами. Всего вам хорошего. Завтра выпущу ролик уже нормальный об отношениях. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok